Установлены факты нахождения жидких отходов на земельном участке. Ветсанутильзавод занимается утилизацией трупов павших животных. Это единственное предприятие рядом с участком реки Рака, которое могло бы повлиять на ее состояние. Когда жители начали писать в соцсетях о том, что в реке гибнет рыба, было принято решение провести проверку. Сотрудники природоохранной прокуратуры и других надзорных органов приехали сюда в конце августа. В помещениях, где из трупов делают костную муку, которую потом продают как добавку для корма животных, обшарпанные стены и всюду грязь. Здесь, судя по всему, ремонта не было еще с советских времен. Неудивительно, что на предприятии выявили множественные нарушения. Не огорожена зона, где отшляется разгрузка поступающих трупов павших животных, от территории, где производится сама готовая продукция, где хранится продукция. Осмотренные специалистами, привлеченными специалистами управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, сотрудникам прокуратуры помещения, выявили также абсолютную антисанитарию на всей территории производственных участков. На предприятии должны быть установлены санитарные пропускники, однако это сделано не было. По словам старшего помощника Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Куприна, нарушения ветеринарных и санитарных правил создали угрозу причинения вреда объектам окружающей среды. Сотрудники предприятия в связи с отсутствием благополучной и неблагополучной зоны спокойно передвигались из неблагополучной зоны в благополучную зону. Сотрудникам предприятия машины, заезжающие на территорию предприятия и выезжающие с территории предприятия, все это так или иначе, без соответствующей дезинфекции, все это реально создает угрозу для причинения вреда объектам окружающей среды, а также населению, которое либо работает на данном предприятии, либо в связи с производственной необходимостью заезжают на территорию данного предприятия. В ноябре состоялся суд. По его решению и деятельность ветсанультейзавода была приостановлена на 60 дней. Это время дано предприятию на устранение выявленных нарушений. Что же касается состояния реки Рака, то надзорные органы провели еще одну проверку, как повлияла деятельность завода на территорию рядом с ним. Материалы направлены в суд. В ближайшее время состоится рассмотрение дела. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».